Вот это что самая беда у нас. Сегодня это все, что осталось от былой роскоши сельского дома культуры. Спустя полвека здание в станице Староджирелиевское стало больше похожим на заброшенный памятник архитектуры. С момента постройки его ни разу не ремонтировали, а у местных жителей остались лишь воспоминания о том, как с размахом открывали главный центр досуга. Пришлось в свое время искать человека, который бы вот это красил все, а он сыном, он сам богомаз. И вот это он делал, и вот до сих пор краска сохранилась, как хорошо все поделал. Вот уже 8 лет здание закрыто, его признали аварийным. Но каждую зиму его до сих пор не перестают отапливать в надежде, что дом культуры все же отремонтируют, рассказывает Венемину Кондратьеву глава станицы. Для жителей это было единственным местом, где встречали праздники и проводили общие собрания. В этом году ДК попал в государственную программу по развитию культуры. На ремонт из краевого бюджета выделяют больше 5 миллионов рублей. После войны наша страна, конечно, восстановила экономику, но она первая начала строить стадионы и клубы. Вот это жизнь. Если мы будем делать только экономику, без учета жизни людей, обычной жизни, ежедневной, выходной жизни людей, ничего не получится. А стадионы, клубы, это и есть жизнь. Жизнь на селе, тем более. Это их праздник, это их сцена. Это их радость. Это их выходной день. Поэтому давайте и эту возможность им дадим. У нас сегодня праздников проводится. Больше я не знаю, как все. У нас только любят люди праздники. Ну, очень много. И люди сами участники. Отмечают в сельских домах культуры и день риса. Красноармейский район славится своим богатым урожаем. Вениамин Кондратьев посетил рисовые чеки. В этих местах собирают больше всего. 80 центнеров с гектара. Селекция риса все-таки собственная? Да. Здесь вся собственная селекция риса. Посеяны сорта нашего института, не риса. Сорта идут импортозамещения, в том числе длиннозерные, шарозерные, крупнозерные. Поэтому в рамках импортозамещения, как говорится, вытеснения полная работа. Хлеб – это основное золото Кубани. А рис – это белое золото. Я сейчас думаю, что белое золото находится в надежных руках. Поэтому мы максимально сегодня должны его не просто продать сырьем, мы должны его упаковать и уже непосредственно довести до конкретного конечного потребителя. Вот в чем вопрос. Мы никому не должны отдать нашу добавленную стоимость. Богатый урожай можно собирать и в садах района. Вениамину Кондратьеву показывают, как местные аграрии выращивают яблоки. На месте делают ящики для упаковки и хранят фрукты в специальных холодильных камерах. Развитие садоводства губернатор назвал одним из приоритетных направлений сельского хозяйства. Садоводы, которые заложили, мы выдадим субсидии, потому что заявки почему мы предварительно собираем? Абсолютно верно. Надо, чтобы они расширялись. А расширялись, конечно, нужна господдержка. Вот на расширение, я считаю, денег хозяину жалеть мы не будем. Потому что если он хозяин, если у него сегодня вот такое яблоко, если у него свое хранение, если у него нет проблем со сбытом, это хозяин. Хозяину надо помогать, чтобы он только расширялся. Агропромышленный комплекс в районе – основная точка роста экономики. Именно от его развития зависит благосостояние всего муниципалитета. Спустя год с момента последнего визита сюда губернатору уже есть изменения. В рейтинге по уровню социально-экономического развития Красноармейский стал на две позиции выше. Однако это, к сожалению, никак не отразилось на демографической ситуации. Основная проблема района здравоохранения связана, еще раз повторюсь, с демографией. У нас очень низкие показатели в районе по рождаемости. А зал, вот я смотрю, молодой и красивый. Так что, конечно, эту ситуацию надо исправлять. Год назад Венемин Кондратьев обозначил еще один вектор роста муниципалитета – развитие придорожного сервиса. Через Красноармейский район проходят дороги к курортам Кубани и в Крым. Сегодня главе региона отчитываются о разработке концепции, как будут выглядеть магазины и кафе вдоль трассы. Должен быть качественно, красивый, гарантированно безопасный придорожный сервис. Чтобы не так, где я хотел, так и съехал. А чтобы было понимание, или какие-то однобрейдинговые, допустим, стационарные, закусочные, чтобы все это было по-современному. Пусть будет с нашим колоритом, но это системно, дешево и гарантированно, что никто не отравится в этом придорожном сервисе. Но это без стихийных рыночков. Это требования ко всем сегодня муниципальным образованиям, через которые проходит трасса М4 Дон, которая идет на Сочи, которая идет сегодня в Керченском направлении. Одно из самых главных преимуществ района – его соседство с краевым центром. И этим, по мнению губернатора, необходимо активнее пользоваться. Так, например, депутат ЗСК Дмитрий Ломейкин рассказал об обмене опытом и создании межмуниципальных проектов в молодежной политике. Такую практику глава региона предлагает применять и в Красноармейском районе, интегрировав наработки других муниципалитетов в развитие своей экономики. Мария Крошина, Александр Иванченко, Денис Москаленко и Денис Перец. Кубань, 24, Красноармейский район.